Приветствую вас, уважаемые друзья! Сегодня такой день, день трагедии в истории Манчестер Юнайтед, потому что был уволен Дэвид Моэс, уволен, как мне кажется, совершенно несправедливо и совершенно не в то время сейчас, чтобы увольнять тренера. Ну хорошо, хорошо. Почему я так считаю? Многие со мной не согласятся, многие скажут, Моэс провалил сезон. Ну а чего вы ждали? В команде затевается перестройка. Капитальная перестройка. Представляете, что вот там мальчик Петя всю зиму, всю зиму, значит, чинил велосипед, который он получил от дедушки, на котором дед катался во времена своей юности. Вот он, значит, подкачивал ему шины, он регулировал сидение, руль, готовился покататься, но в итоге у него велосипед отнимают и говорят, вот пусть на нем Вася катается. Значит, Петя, Петя старался, работал, но, естественно, сейчас придет в клуб Вася, и Вася начнет велосипед под себя делать, так же, как это делал Петя. Придет условный вангал, я не понимаю вообще, зачем приглашать вангала, который рассматривается там кандидатом, который больше трех лет ни в одном клубе, по-моему, не проработал. Этот тренер явно не на перспективу, то есть 62-летний там специалист, на кой черт он вообще сдался МЮ, я не знаю. Естественно, я против увольнения Моэса, я был изначально против. Человеку нужно было дать еще один сезон. Еще как, ну как минимум один сезон. Хуже бы уже не было, поймите, хуже бы уже не было. У Моэса было бы время укрепить состав. У Моэса было бы время уже освоиться с командой и уже давать какой-то результат. Да, он не вышел в Лигу чемпиона. Я сам думал, что, ну, может быть, там место четвертое мы займем, но выступила команда хуже, чем я уже говорил. Я не спорю. Но увольнять-то зачем? Зачем вы его на 6 лет подписывали? Я полностью с Гарри Невиллом солидарен. Зачем вы подписывали человека на 6 лет, если уволили его после первого же сезона? Зачем? Даже сезон не дали для работы. То есть, по большому счету, чего вы от него-то хотели? Чтобы он вам сразу Лигу чемпионов, что ли, выиграл? Да на равных с Баварией играл. Ну да, ну ладно, не на равных, а от обороны. Но, тем не менее, не опозорился в матче против лучшей команды мира. Моэс не опозорился. Моэс прошел Олимпиакос. Показал, что у его команды есть характер. В конце концов, Моэс сохранил Руни. То есть, я не считаю, что Моэс настолько сильно провалился, чтобы его выгонять. Конечно, много негативных моментов, много матчей было проиграно, тех, которые проигрывать никак нельзя было. Но Моэс даже игру не успел поставить. Не успел, потому что пробовал разные варианты. Он не случайно каждый раз выставлял новый стартовый состав. Почему он это делал? Потому что все хотел попробовать. Ему дали 6 лет. Ему сказали, мы тебе даем полный кардебланш, мы тебе даем спокойно работать. Но сами в итоге... К своим словам, начали противоречить. Ну, кто думал, что МЮ не попадет в Лигу Чемпионов? Я, честно говоря, думал, что попадет. Но не случилось. Конечно, может быть, кто-то скажет, и справедливо скажет, что с этим составом Фергюсом выигрывал. Но вы поймите, Моэс не хочет играть этим составом. Он не хочет упираться головой в стену. Он хочет обновить состав. Он хотел обновить состав. Хотел обновить клуб полностью. Но ему не дали этого сделать. Ему не дали этого сделать. Но дали бы ему еще один сезон. Чего бы вы потеряли? Вы мне объясните, чего бы потеряло руководство Манчестер Юнайт? Я уверен на 100%, что команда Моэса попала бы в Лигу Чемпионов на следующий год. Попала бы, никуда бы она не делать. Это первое. И второе. Если бы он и второй сезон, как говорится, провалил, тогда можно было бы сказать, Дэвид, извини, Манчестер не твоя команда. Иди возвращайся себе в Эвертон или куда-то еще. Мы найдем специалиста получше. Но ведь нет. Ему ведь не дали проработать. Мью превращается в Челси, который меняет тренеров как перчатки. И это не есть хорошо. Традиция Мью в другом. Можно, можно менять тренеров. Знаете так. Как это делают другие клубы. Что вот, ну этот тренер нам не нравится. Поработает один год. Результаты будут. Через два года результаты медленно пойдут на спад. Ну и в итоге мы попрощаемся с этим специалистом. Но в Юнайтед-то все не так. Юнайтед это не тот клуб, после эпохи Фергюсона, который приучил нас к тому, что Юнайтед это, в первую очередь, тренер. Тренер, который важнее всей команды. И Моэс должен был стать преемником Ферге. Но почему не стал? Ну потому что какие-то непонятные решения руководства, которые на словах говорят одно, а делают совершенно другое. Да, я не в курсе всей внутренней ситуации в Манчестер Юнайтед. Может быть там что-то и было. Но опять же, если они говорят одно, говорят, что у нас тренер самая важная фигура. Ну так пусть тренер будет самой важной фигурой. Дайте ему поработать. В конце концов, ничего страшного. Не произошло. И сейчас они хотят подписать Ван Гала. Понимаете, Ван Гал. Старый голландский тренер, который абсолютно ничего... Ну нет, не абсолютно ничего. Я не буду так говорить. Он много чего выигрывал. Он выигрывал и БКФ, по-моему, и чемпионаты Германии, Голландии. Это все, конечно, хорошо. Но это не тренер для Манчестера Юнайтеда. Ну ладно бы вы пригласили Сульшера. Ну Гиггс будет тренировать. Но я сомневаюсь, что Гиггс это надолго. Вот. Совершенно не монкунианские тренеры. Работают, ну, по крайней мере, рассматриваются. Клопп это полный бред. Вообще, представляете, немец, которому нужно огромное количество времени на адаптацию. Это мы еще один сезон можем смело выкинуть в мусорку. Потому что... Потому что Клоппу нужно время. Клопп это немец, который работает с немецкой командой. Который работал с немецкими клубами. Добивался успехов с немецкими клубами. Я не говорю, что он там не сможет в Англии работать. Сможет. Но ему, опять же, нужно будет команду под себя настраивать. Этот велосипед, который Дэвид настраивал под себя. Который подкачивал шины под себя. Который сиденье регулировал под себя. Хотя сейчас этот велосипед отдадут совершенно другому мальчику. Который тоже начнет его регулировать под себя. И в итоге ездить он на нем не будет. Ну, честно говоря, для меня это решение шокировало. И правильнее всех по этому поводу высказался Гарри Невилл. Вот, почитайте, что сказал Гарри Невилл. Очень умные вещи, по-моему, говорит. И, да, хотелось бы, чтобы Моэс поработал. Хотелось бы, чтобы руководство клуба в наших современных реалиях. Я все понимаю. Сейчас требуют результата сразу же. Но, мне кажется, это совершенно неправильно. И просто это решение убивает Манчестер Юнайтед. Тот Манчестер Юнайтед, который мы знали. Да, это будет... Юнайтед не перестает быть суперклубом. Он им останется. И он останется им и с Вангалом, и с Мангалом, и с кем бы там ни было еще на посту главного тренера. Но сам дух Юнайтед, он постепенно уходит. Да, это превратиться рискует в нечто вроде спартаковского духа, над которым сейчас в основном смеются после действий руководства Спартака, да. Тоже с этой тренерской чехардой. То же самое будет и Манчестер Юнайтед. И если они допустят такую роковую ошибку, как приглашение Вангала, да пусть лучше Гикс тренирует. Пусть там результата не будет 5 сезонов, но пусть тренирует свой. Что значит? Какой Вангал? Вангал это вообще не должен рассматриваться как кандидат на место главного тренера Манчестер Юнайтед. И даже не знаю. Надеюсь, что руководство клуба примет наиболее приемлемое решение из тех, которые возможны после такой нелепейшей просто оказии, как отставка Дэвида Мойса. И я надеюсь, что таких ошибок руководство больше совершать не будет. Спасибо за просмотр. Всем болельщикам Манчестер Юнайтед желаю оставаться с командой и верить в нее, что бы то ни было. Ну а Дэвиду Мойсу хочется пожелать удачи в его дальнейшей тренерской карьере. Продолжение следует...